Европейский союз обречен, впереди, экономический коллапс. Андрей Головачев. Главред, Украина. 28 июня 2018 года. ЕС распадется, если Меркель уйдет в отставку. Эту печальную истину никто в ЕС не решался произнести на официальном уровне, пока это не сделал министр иностранных дел Мальта господин Кармела. Никто не решался, потому что это подрывало самый главный принцип, на котором, якобы, держался фундамент Евросоюза. Этот принцип гласит следующее. Европейский союз объединился вокруг единых ценностей и управляется независимыми от конкретных политических деятелей и демократическими институтами. Повторим еще раз. Независимыми от конкретных политических деятелей и демократическими институтами. Но почему же тогда все так боятся приближающейся отставки Меркель? Ведь независимые демократические институты никуда не исчезнут, после ее ухода. Для институтов, вообще-то, все равно кто у власти. Политики приходят и уходят, а институты, то есть, правила игры, вечны. В чем же проблема? А проблема в том, что ЕС, на самом деле, так и не смог создать этих самых независимых от политиков демократических институтов и не выработал на самом деле единых ценностей. Это все была красивая сказка и ЕС держался вместе благодаря военной мощи и защите США, деньгам Германии и 13-летнему правлению Меркель, которая была, по сути, императором Священной Римской империи и сама стала фактически самым главным и самым эффективным институтом ЕС. Накануне саммита ЕС, который открывается сегодня, министр Мальты Кармела откровенно и прямолинейно заявил, Меркель является совершенно необходимым элементом не только для выживания еврозоны. Ее уход от власти приведет к нестабильности и последующему распаду ЕС. В Европейском Союзе распадется самый главный его институт, институт имперской власти, которая воплощала в себе Ангеле Меркель. Распадается, потому, что ей некому передать свою власть. Сейчас в Германии нет политиков, которые хотели бы продолжать имперскую политику Меркель, потому что имперскость Германии означает необходимость финансово удерживать все части империи вместе. Это довольно накладно, а практически все экономисты в один голос указывают, что немецкое экономическое чудо закончилось. В Германии уже началось серьезное замедление экономического роста и впереди, по оценкам, экономику Германии ждут нелегкие времена. Это объясняется несколькими причинами. Стареющее население и отрицательные темпы роста немецкого населения. Исчерпанность модели роста за счет экспорта. Доля экспорта уже достигла 50% от ВВП. Окончание действия эффекта присоединения ГДР, что давало огромные источники дешевой рабочей силы и позволяло выигрывать конкуренцию на экспортных рынках, развал банковской системы, слишком сильное экономическое расслоение людей по доходам, государственная и корпоративная бюрократия, которая сдерживает инновации, жесткое требование США увеличить затраты на оборону, низкое качество прибывающих мигрантов, которые не решают экономических проблем Германии, а, напротив, ложатся непомерных грузом на бюджет и создают напряженность. Если торговая война продолжится и если Трамп введет еще пошлины на немецкие автомобили, экономика Германии вступит в стагнацию с тяжелыми последствиями. Германия стоит перед тяжелым выбором. Экономическое положение уже не позволяет ей выступать донором ЕС. Но если отказаться от этой роли, то еврозона быстро распадется и Германия потеряет свое главное преимущество, благодаря которому она быстро роста с 1999 года единая валюта. Расчеты показывают, что в случае распада еврозона экспорт Германии упадет на 10-12%, что будет для нее означать почти экономический коллапс. Величайшая глупость Европы, введение евро в 1999 году, скоро будет стоить ее авторам, и в первую очередь Германии, как главного лоббиста, огромных неприятностей, которым уступит разве что страданием Европы в результате возникновения в ней фашистских режимов в 30-х. Сегодня на саммите ЕС, по существу, будет решаться судьба Меркели и судьба самого ЕС. Курфюрсты еще смогут удержать Меркели, ее преданного евроканцлера Юнкера, на троне еще можно некоторое время, но спасти ЕС она все равно уже не сможет. ЕС обречен, потому что он финансово не самодостаточен и не был построен на единых ценностях и независимых демократических институтах. ЕС был современной карикатурной реинкарнацией Священной Римской империи, которую наивно пытались выстроить на демократических империю, запятая принципах. Поэтому и срок этой эклектической карикатуры оказался столь коротким.